Так уж получилось, что дедушка уходил на пенсию с Дольнего Востока. Последний в объект, когда он служил, потом было много других уже в спецстрое. Но тогда это была база подлодок на Камчатке. И мы готовились тогда брать Хоккайдо под себя. Ну, потому что японцы тут стонут, курилы, курилы, кикурилы. За Хоккайдо спасибо, пусть скажут, на самом деле, что не реализовал покойный Иосиф Виссарион, с чего ему там обещали британцы. И американцы за разгром Квантунской армии обещали-то не. Все, чего обещали, не выполнили с нам дела особое. А там цунами. И весь наш корпус, который должен быть, скурил эти самые Хоккайдо с налетом. Пройти, как нож масла, цунами снес. А цунами или тайфуны, это страшное на самом деле. Природное явление абсолютно незнакомое на Западном фронте или на северах. И поэтому как-то к ним мы были еще не сильно все-таки готовы. Ну, как есть. Однако наступил средний, срединный, медианный час нашего сегодняшнего эфира. Причем медианный не только сегодня, но и в целом на этой неделе. Потому что у нас ведь как? Три дня по три часа. Ну, и плюс еще хвостик. Это час у Володи Соловьева завтра с 10 до 11. Но в целом вот сегодняшний, тутошний, наставший час, это самая серединка нашего эфира на этой неделе. Я правильно понимаю, что у нас еще спокойная неделя, потом настанет май, и там, учитывая праздники, 1-е, 2-е мая, только один четверг, когда мы встретимся, а потом нас 9-е мая рассекает, и все. И дальше опять спокойный режим. Точно? Должно быть так. Должно быть так, Евгений. Ну, поговорим очередной о ближневосточных и околоближневосточных цурсах, проблемах наших. Потому что туда, куда ни взглянь, с одной стороны ужас-ужас. И денег у нас ни на что не хватает, а мы их тут на Сирию тратим. И завязли мы там, и потери жуткие. Просто никто ничего не говорит. Я как начинаю вот всю эту курлыканье слышать, мне так становится на душе тепло, сразу понимаешь, что вся наша команда ребят, которых в случае чего расстреливают за ближайшим углом, она прямо здесь в телевизоре тебе уже все рассказала про себя. И она даже проявилась. Некоторые из них, конечно, спасутся по гражданству своему, типа Ареля Куина. А вот что, кстати, с бомбом делать, я даже не знаю. А вы думаете, его в Америку не возьмут назад? А он же все время хочет взять гражданство российское. При этом он как-то странно его хочет, он хочет его взять, но при этом продолжать все хаять. Это какой-то такой мазохизм. Ну, русские же любят хаять своих, не свое. Ну, Миша Бом, он точно не сильно русский, он даже не похож. Ну, гражданство получит, и все нормально. Я не понимаю, откуда у него такая привычка. Я представил себе на американском телевидении человека, который вот это бы нес, да в лучшем случае иностранный агент. А в худшем, ого, так и где тот бомб, кто его найдет? На самом деле, когда понимаешь, подводя итоги, что на самом деле происходит, какие у нас главные минусы? Жуткое разочарование в демократии. Вот сейчас. Почему у всех? От министров самых, что ни на есть крепких, в том числе и иностранных дел, и обороны. Ну, потому что мы-то от них ждали, что, ну, ладно, может, мы черненькие, но беленькие где-нибудь же в мире этом должны быть, которые играют по правилам. Выяснилось, нифига, никакой игры по правилам нет. И вот здесь для нас сегодня очень любопытно понять, а как, понимая сегодня, ну, с высоты полученного опыта, на базе и санкций, и темы со Скрипалями, и темы с отравлениями вечными Литвиненко, и с темой Березовского, и со всей этой сволотой, которая собралась и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и в Вашингтоне, и где угодно. И вообще, ну, с последней четверти века, ладно, до этого мы сидели как индейцы в своей резервации, бамбук курили, мир не очень знали, не выезжали на самом деле, у нас были иллюзии. Ну, мы понимали, что здесь вот это, и это, и это, и вон то еще не очень. Опять же, страх Божий выветрился только что, да и не за всех, кто помнил репрессии, большой террор и много чего другого. То понимали, что лучше язык держать совершенно точно за зубами, и вообще не рыпайся, есть у тебя комната в коммуналке. А если уже отдельная, да с собственным душем и ванной, вообще молчи, плохо будет. А теперь как-то мы разговорчивые стали. Но, с другой стороны, иллюзии не у всех еще вышибло. У меня вышибло все. От этого счастья мне большое не пришло. Я вдруг увидел, что эти ребята, на которых мы ориентировались, они точно, ну, не сильно лучше, чем все то плохое, что мы о них писали. Оказывается, что плохое, что мы о них писали, оно на самом деле так и есть. Впрочем, тут не надо самих себя сильно перехваливать. Чего плохое они про нас писали, оно тоже такое есть. Но оно свое. Я же не говорю, что это все прямо ужасно. Мы жили в таком вот режиме, который хуже, чем у Гитлера, и в нем жить и продолжаем, и все мы не демократы, и никогда не будем. Мы жили в чем жили. А китайцы у себя с мауистскими заморочками. А американцы у себя, как там японцев загнобили в лагере всех. Вне зависимости, патриот, не патриот во Вторую мировую войну. Но итальянцев и немцев было просто куда больше, а японцев было не сильно много. Но японцы сами, надо сказать, отличились. Граждане Америки в Америке ни в чем не отличились, совершенно точно. И их на высылки поставили ничуть не с большим основанием, чем у нас советских немцев. И много других репрессированных народов. Только что это признали? Так они очень долго не признавали, что этого делать было нельзя. Однако у значительного количества наших дипломатов, и политиков, и общественников, и чертовой тучи разных паразитов, от которых толку нет, и их никак не назовешь ни политиками, ни общественниками, и никем вообще даже не назовешь, но они в телевизоре. Ну, если партия 0,75% берет голосов, она что, серьезная политическая сила? Но ей же кто-то дает деньги для чего-то. Да это даже и не важно. Нехай дает. Вопрос, а силой ли она является? Вот в Прибалтике был такой сходняк очень интересный. У них традиционный, да, уже. У всех на свете. И Ландсбергес там был, которого я еще помню с конца 80-х, начало 90-х. И его же министром иностранных дел был Эммануэль Зингерис, который главный еврейский общественник. Тогда в Литве ребята еще не игрались на тему Холокоста, можно Холокост, нельзя Холокост, пересмотр Холокоста. Они тогда просто всех назначали. Еврейский общественник, с Америкой договориться надо, будешь главный министр иностранных дел. И так у Манолика и было. У Ландсбергеса же логично. Уменьшительно ласкательные имена, которые, как правило, подбираются. Старые времена были, молодые были, ну, господи. Эммануэль с уменьшительными. Эммануэль Манолик, понятно. Ну, а что вы хотите? Ну, сегодня-то опыт есть. У нас точно есть. На Украине много чего произошло тоже есть. С Грузией много чего произошло. И уже бесполезно объяснять, что же вы, ребята, как мои дурацкие беседы с Кандализа и Ройс, на тему того, что это ж красная черта. Да вы же изгадите все общение с нами. А мы же ядерная держава. Идите по барабану. А кому-то не по барабану. А кто-то продолжает играть в эти идиотские игры. То есть, я, если дураком был 25 лет назад, это же не значит, что я должен продолжать им быть. У меня лет 20 уже возникло некоторое внутреннее подозрение, что нас, видимо, хотят употребить. И совершенно не применимо в братству народов и общей семье демократических наций. Мы же тогда и в семерке было. И еще Борис Николаевич был друг Борис. Еще все было. Но уже было заметно, что чего-то шибко ребята смеются демонстративно на показ. Как Клинтон смеялся дурацким шуткам Бориса Николаевича. Еще это ясно, что на тебя смотрят, как на опасного туземца, которому вроде бус насыпали. Ну, конечно, не Манхэттен. Но, если говорить вплоть до того сектора в Северных морях, который Норвегам наш действующий премьер-министр от Чикрыжево, то лучше бы он какой-нибудь Манхэттен бы отдал. А то по газу, по нефти, по рыбным ресурсам, по территориальным. Ну, мы, конечно, выступали как такой индеец. Такой придурковатый, я бы сказал, индеец, у которого, ну, грешно не выманить чего-нибудь. Поэтому обижаться, что с нами продолжают играть точно так же, а сегодня уже даже поняв, что может больше и не получит, уж совсем по-хамски не надо. Вопрос, как вводить оборотку, как вести себя. И вот здесь самое время, впереди-то часа два, час гастрономов-то тю-тю. Гастрономы все в Крыму. В Ялте отдыхают. В Ялте гастрономы. Ну, как отдыхают. Работают. Говорят о развитии крымской ресторанной доли. И это значит хрен им, а не Крым. Оно и так было понятно, что хрен им, а не Крым. Но вот помимо Ялтинского лука, там теперь все наши партнеры, клиенты и друзья. И Бухаров, и Баканов. Говорят, небось, о чем-нибудь интересном. И наверняка еще и едят вкусно. Наворачивают, да, что-то такое. Точно, тут-то мы сидим. Причем, заметьте, в прошлый час гастронома мы о чем говорили? О соли. Да, я помню. О соли не наешься. До сих пор. Ну, там корочка хлеба и куча разной соли, которую мне так просто нельзя. То есть, ни сыра, ни колбасы всякой разной, ни мяса вяленого, ни суджука. Ничего. Про соль. 15 сортов соли. Про это и говори. А теперь и соли, и гастрономов нет. Поэтому говорить будем мы. Как нам общаться с нашими западными товарищами? 5533 вести. Ну, что принесет нам, да, в рамках диалога, восстановления отношений с точки зрения того, как вам это кажется. Исходя из обычной, бытовой, без хитровой мудренности, без всякой политических загогулин. Помните, Борис Николаевич, такая загогулин, а вот без загогулин. В этой ситуации как себя вести, когда мы вели себя четверть века? Как говорят изящные поляки, как курва на болоте. Это такая девушка очень, очень пониженной социальной ответственности. То есть, если вы одеты хорошо, и часы на вас дорогие, и говорите на его разных языках, и вообще вот сами вы на себя в зеркало смотрите. Как себя вести с западными партнерами? А на самом деле ведете себя как нищая проститутка. Может, она, конечно, валютная, но недорогая. Ну, то есть, вы про себя так не говорите, когда вам на телевизионном шоу об этом рассказывают, страшно обижаетесь. Но. Нижегородская область, которая спрашивает, все ли это обещанный Ближний Восток. Дмитрий, Ближний Восток сейчас будет примерами. Мы пока плетем кружева, как лисица след, да, по первопутку, на тему того, что вопрос я буду задавать. Итак, 5-5-3-3-100. Т1. Пасть в ноги, влезть в ту часть организма, о которой все знают, она обычно расположена чуть-чуть в районе хвостика, у тех животных, у которых хвостик есть, называется на букву «Ж». Знаете, жужелица и прочие разные. И стремиться ко всяческим разговорам по поводу и без, лишь бы только заглянув ласково в глаза, говорить, а мы не против с вами пообщаться. Это ты один. Это два. Наезжать. По всякому поводу и без. Ежели чего, желательно все топить, все взрывать на своем пути. Ну, у нас огромное количество людей, которые говорят, что мы на самом деле там, вот тут их, здесь, не, да давайте мы их чем-нибудь ядерным. Я помню по-чеченски, да ядерное. Вообще логика у людей железная, они не очень знают, о чем говорят, но главное, что надо чем-то шибануть ядерным. Им лично полегчает на душе. Нагоденство и три. Играрировать по полному профилю, пока сами не начнут кружить вокруг, очень сильно нервничая и подозревая, что, видимо, это чего-нибудь да означает. И не исключено, что не означает ничего хорошего. А сколько я знаю западников, они когда подозревают, что ничего хорошего для них какое-то поведение не означает. Вот тут-то они начинают проявлять свои самые ласковые качества и кружат вокруг тебя, ну, как прям политики европейские и американские вокруг в свое время Горбачева. Они же даже поверить не могли, что он по-настоящему все это хочет сдать, отдать, списать. Они подозревали, что их страшно, страшно надувают. И тогда, может, мы, кстати, и придем к балансу отношений, как было при Советском Союзе. Когда, может, нас любить-то не любили, но как-то вот у нас нормальное было. Ты мне, я тебе. Ты мне это, я тебе то. А вот когда ты им все отдаешь, они не понимают этого. Вот Т1, Т2, Т3, да? Значит, прямо отдаться и продолжать отдаваться, залезая пардону в каждую задницу, которую увидишь. А вдруг чего надо? А вдруг мы где пригодимся? А вдруг от нас какая польза вам будет, ребята? Т2. Нас-то хорошили дать по башке один раз и навсегда. И Т3. А игнорировать по полному профилю, делая, что нужно, и совершенно не обращая внимания вообще ни на что. Чему, кстати говоря, очень всегда недовольны наши переговорщики. Но они никак не могут в себе воспитать обратно что-нибудь типа Громытья, Косыгина и примкнувшего не к тем Шипилова. Вот Дмитрий Трофимович, сосед мой, по моему детству, он-то взрослый был человек по Кутузовскому. Вот он был хороший министр-то иностранных дел. Старые школы. Очень старые школы. Которые, вот когда надо, они действовали. Неустопчивые были, не из сволочизма. А потому что понимали, что если ты всем отдаешься, то не женится на тебе никто. А вот во времена Михаила Сергеевича ему казалось, что наоборот. И, наверное, для его рекламы пиццы это было даже и неплохо. Редактор субтитров А.Семкин